Добрый вечер! Московское время, 19.30. Мы с вами пятницу. В это время встречаемся, чтобы помолиться за Россию. Все ходатайи, кто знает эту молитву, кто участвует, присоединяются. Пусть нас не так много, но, по крайней мере, мы стараемся иметь постоянство и не отходим от главной цели молиться за Россию, благословлять страну нашу. Есть события, которые глобальные, о которых мы всегда молимся. И, конечно же, за неделю, что у нас происходило, мы стараемся это также через молитву озвучить и с чем-то согласиться, что-то, может быть, нам непонятно в воле Бога. Но ищем всегда присутствие Божьего. Мы приглашаем вас также помолиться. Эти темы, эти молитвы, которые мы сегодня озвучиваем, можно молиться и дома, можно молиться и в собрании, можно молиться в молитвенном собрании. То есть где бы ни были, везде есть возможность на эти темы продолжить молитвенную. Благодарю тебя, Господь, сегодня снова этот день, который ты нам дал, чтобы мы могли быть живы. И живы не просто, а действенны в молитве, в молитвенной жизни, которую ты нам открываешь, как ходатаем, как тем, которые понимают значение служения ходатаев, молитвы за страну. Это очень важно. Важно для, особенно, тех сердец, чьи уже сердца духовно созрели, созрели к великим твоим делам в России. Ну и кто глазами своими видит многие изменения в стране, многие события в мире, на самом деле нашей страны и других стран. Это очень важно. Конечно же, мы очень рады, что снова молитвенные листы к нам приходят с разных наших партнерских организаций. В основном это радиостанции и телевизионные вещатели. Поэтому мы стараемся также всех поддерживать, вместе служить, вместе иметь это доброе время. Потому что ты не разделяешь нас, ты, наоборот, нас соединяешь. И мы не только чувствуем себя в России, и мы чувствуем себя и во всем мире значимыми, понимающими волю Твою и имеющими отношение к Тебе как к Богу, как к Господину, как к Царю Царей. Благослови Иисус это время. Дай нам сил и водительство Духа Святого. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем сегодня потрудиться во имя Твое, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Приветствую, сёстры, подключаются. Сестра Лариса начнёт, затем сестра Лариса. Пожалуйста. Дорогой Господь, я очень тоже благодарна Тебе за то, что Ты даёшь возможность нам собраться, помолиться. И я хочу сегодня помолиться Тебе, Господь Иисус Христос, за молитвенников, ходотаев. Господи, Ты сказал, что с России начнётся пробуждение. А пробуждение начинается с каждого из нас. Каждый из нас должен пробудиться для Твоих дел, Господь, для Твоей воли. И сейчас я хочу, Господи, молиться, чтобы молитвенники, молитвенники, они пробудились, Господь, для Тебя. Для того, чтобы молиться за нашу страну, молиться за волю Божью, молиться за все те дела, которые Ты будешь делать в нашей стране. И в первую очередь я хочу молиться Тебе, Господь, за нашу столицу Москву. Господь, она очень многочисленна. Много народов там, много национальностей, Господь, там. И я прошу, Господи, дай милости своей и разбуди ходотаев, молитвенников, которых Ты избрал, для того, чтобы они стали в проломе за этот город, не только за этот город Москву, но и тоже за Россию. Благослови, Господь, Иисус, молитвенное служение, ибо мы ходатайствуем сегодня, Господь, Тебе, и просим, чтобы молитвенники... Я хочу просить сегодня Тебя, Господь, а Ты сказал, открывайте желание сердца своего пред Тобою. И вот желание моего сердца сегодня, Господи, разбуди молитвенников ходотаев. Сам, Господь, разбуди. И оживи Духом Своим Святым сердца, чтобы... И разбуди сердца Духом Своим Святым каждого ходотая, которого Ты избрал на этот труд. Благослови их, Господь. Пусть они увидят, Господи, волю Твою. В чём надо молиться? Как надо молиться? За что надо стоять в проломе? Где стоять в проломе, Господь? Благослови. А я, моих братьев и сестёр, благословляю, чтобы они имели жажду по Тебе, имели силу от Тебя, Господь, имели мудрость от Тебя и водительство Духа Святого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Старая не слышно. Микрофон. Я тоже присоединяюсь к этой молитве. Свят наш Господь, великий и милосердный наш Бог. И мы приходим, мы приходим сегодня, я прихожу сегодня, Господи, перед лицом Твоем, не со Своей праведностью, но уповая на Твое великое милосердие. Потому что Ты, Господь, милосердный Бог. Ты любящий Бог. Милость Твоя до небес и истина Твоя для облаков. И Ты слышишь нас, Господи. И я очень благодарна Тебе. Благодарна Тебе, что Ты слушаешь нашу молитву. И Ты любишь нашу Россию. Сегодня наша молитва за Россию. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты царь нашей России, за то, что Ты царь нашим правителям. Я благодарю Тебя за Твое великое имя, что Ты открыл нам, Господи, истину, аллилуйя, слава Тебе. И благодарение Тебе, Господь. И я прошу, я прошу, Господи, вот Ты сказал, молитесь за начальствующих, чтобы проводить жизнь тихую, безмятежную. Ты поставил правителей, начальствующих, начальствующими. И все сотворено Тобою, учителей и учителями, врачей и врачами. И сегодня все идет от правителей, правителей наши неверующие, и продвигает свои какие-то технологии. Но мы сегодня продвигаем Твое царство, Твое царство, Твою праведность и Твою святость здесь, на нашей земле, и на нашей России. Пусть будет, Господи, Твоя воля, Господь, на нашу Россию. Ты любишь нашу Россию, и Ты – Бог мира. Я прошу, Господи, чтобы Ты благословил наших правителей, благословил их мудростью Твоею, чтобы Твоя мудрость пришла, Господь, в их сердца, чтобы Твоя мудрость пришла в наше правительство для всех депутатов, для всех помощников нашего президента, чтобы пришла Твоя мудрость, Твоя праведность, ибо Ты больше знаешь, что для нас лучше. Благослови наших правителей. И да, я знаю, что Россия должна возродиться духовно. Я прошу сегодня за это возрождение. Да, пусть молитвенники поднимутся, пусть церковь проснется, поднимется, и будут стоять в проломе за Твою праведность, за Твою святость, чтобы духовно Россия возрождалась. Господи, благослови, я прошу за это и жду этого пробуждения. Но да, мы должны пробудиться, вначале мы, с нас начнется пробуждение. Но пусть это пробуждение идет во всей нашей России. Господи, благослови, ибо я очень благодарна, что Ты насадил церковь свою и вот в наших городах, в селах, деревнях уже есть верующие люди, любящие Тебя. Пусть царство Твое распространяется по всей земле, пусть имя Твое прославляется по всей земле, пусть поются по всей земле, по нашей России, новые песни, пусть слава Твоя распространяется, пусть прославится Твое имя, Господи, по всей нашей России, благослови нашу Россию. Я прошу Твою имя и заранее благодарю. Аминь. Ну, готовьте еще сестры молитвы, а я сегодня озвучу два молитвенных листа, один от Трансмирового радио, второй от телевизионного служения в фильме «Иисус». Вот. И, в общем-то, и Трансмирового радио, второе самое по крупности радио христианское, то фильм «Иисус» тоже очень известен, и многие его, наверное, видели. Ну что, давайте помолимся. Основание для молитвы Исайя 41, 13. «И моя Господь, Бог Твой, Который держит Тебя за правую руку и говорит Тебе, не бойся, я помогу Тебе». Благослови, Господь, сегодня мы молимся за служением. В программе готовится проект «Радиостанция» называется «Джунгли». Как проект называется? Программа «Радиостанция джунгли». Поэтому благослови, Господь, действительно, в джунглях много еще не услышали, благослови не нашли, но радиоволна может дойти. И это очень и очень важно. Особенно молимся за Восточ. Мы молились там, помните, была засуха, братья передают, что все хорошо, пошли дожди, пошли дожди, и урожай будет, урожай будет, слава Богу. И дальше пусть еще дожди будут, потому что посадили, сейчас надо, чтобы все выросло. Ну, там постоянно можно садить, в Африке там зимы нет. Вот дождей нет, ничего не растет. И вот только мы помолились, дожди прошли, и вот братья благодарят, говорят, еще помолитесь, чтобы еще дождей. Вот сейчас посадили, благословить, также интернет нужен в Африке, потому что люди не могут без него, это очень сложно все. И далее вот это вещание, оно идет в Африке на FM частоте, благословить, чтобы трансляция шла, и люди смогли слышать благую весть на FM частоте. А также будет радиопрограмма идти на двух языках, на Шар-Иланке острове, поэтому тоже благословить, чтобы люди могли услышать. Ну, и Шар-Иланка нуждается в лидерах, тоже лидеры, не только люди должны услышать благую весть, ну, и постоянно с кем-то общаться, постоянно с кем-то служить, поэтому благословить, чтобы были лидеры для домашних групп и церквей, пусть милость твоя будет. Также вышла книга «Пища для души-2025». Вот, и эта книга, она будет распространяться в испаноязычных странах, вот так. В общем, где испанский язык. Используется эта книга, написана на испанском языке, и вот она будет распространяться в этих странах. Благослови Господь эту книгу. Также вышел документальный фильм, и сегодня, в пятницу, ну, у нас немножко раньше, в Америке чуть позже, вот через 12 часов, будет премьера, будет премьера этого 75-минутного фильма. Вот, радиостанция «Трансмеровое радио» выпустил вот этот документальный фильм. Поэтому премьера его состоится через 12 часов в Америке. Ну и дальше, я думаю, люди смогут, наверное, переведут возможность тоже услышать и на других языках. А для тебя, чтобы была обязанность всем, кто трудится в средствах массовой информации, потому что очень много идет атак от киберпреступников. Ну, то есть, кто там, хакеры и так далее, все отключают и так далее. Вот, поэтому молим тебя о безопасности нашего вещания. Ну, и также «Сестра Сьюзи», которая руководит программой «Женщины надежды», это глобальная программа, она выходит в 46 странах. Это единственная программа в мире, которая идет в 46 странах одновременно. Нет таких больше нигде программ, никто себе такого даже не представить не может. Программа, ну, допустим, представляете, программа «Полит чудес» выходит в 46 странах. Нет, нереально. Поэтому вот программа «Женщина надежды» выходит в 46 странах. Поэтому пусть Бог благословит. У нас тоже она началась готовиться на русском языке, готовят ее сестры в Киеве. Вот, ну, они, наверное, хорошо знают все про Россию. Ну, вот, очень, наверное, хорошие будут программы. Ну, я, конечно, так уж утрирую. Понятно, что, ну, раз Россия сегодня закрыта, приходится вот так вот находить. Вот, ну, по крайней мере, хоть не забывают про русский язык. Вот, и в Киеве пусть звучит русский язык тоже хорошо. Вот, поэтому в этом отношении молимся и будем в этой молитве постоянно. А также Люсинда Мэй прислала руководитель миссии «Фильм Иисус» очередную тоже просьбу и рассказ. Вот она в прошлый раз говорила, молиться, да, события, которые в мире происходят, смотрели, да, по новостям. И понимать, что происходит, и за это молиться. И вот рассказывает, на этой неделе она пошла в магазин и что-то себе купила, какую-то вещь, да, из одежды. И когда она уже домой пришла, она посмотрела на эту бирку, где изготовлено. И было изготовлено в Таиланде. А она молится за Таиланд, понимаете? И Бог ее снова как бы вот в это посвящает. Она говорит, я поняла, Господи, ты, говорит, напомнил мне, ну вот, что за Таиланд помолиться. И нас тоже просят помолиться за Таиланд. Давайте помолимся. Действительно, сегодня это самое-самое-самое сложное место в благовестии. Если кто-то думает, Россия самая сложная, Индия или Китай, нет. Таиланд, как ни удивительно. Таиланд самое мало наполненное Евангелием место на земле. Таиланд. Никакая другая страна. Именно Таиланд хуже всех в благовестии. Поэтому, ну, народ там много. Народу много. И просят поддержать, чтобы действительно различными способами люди могли там услышать благую весть и прийти к Иисусу Христу. Это очень важно. Там народу много живет. Поэтому пусть Бог благословит. И действительно, вот эти все барьеры, которые сегодня существуют в Таиланде, они будут разрушены. Ну вот, такая просьба от сестры Люсинды. Ну, еще она тоже просит, чтобы они будут продолжать вот этот фильм. Он уже переведен на 170 почти языков всего мира. Но все равно языки еще есть. И чтобы продолжать вот этот перевод, тоже нужна помощь, поддержка, переводчики, озвучание. Там ведь не просто, знаете, человек и читать на том языке. Актеров нанимают, которые озвучивают дубляж. Все очень качественно делается. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы больше языков было, больше была возможность людям в фильме Сусом. Если вы посмотрели, вы посмотрели на русском языке. А кто-то ведь это делал, кто-то это трудился, кто-то это делал. Поэтому Люсинда просит, поддержите. Пусть благословение будет. Вы услышали, другие народы пусть услышат. У нас только в стране, по-моему, сколько? 190 языков. А в мире-то сколько языков? Там 2000. А переведено-то всего на 170. Но этого работы много. Пусть Господь благословит и сестру Люсинду. Всегда рады, что она вот так нас тоже поддерживает такими интересными примерами из своей жизни. Ну что ж, будем тоже на этикетке смотреть. Может, нам тоже Господь что-то подскажет. Может быть, морковку купим в израильском магазине. Может быть, тоже подсказка будет кому-то напоминание. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы во всем были внимательны и находили подсказки для себя, в духовном направлении и благословении. Слава Богу! Сёстры, пожалуйста, продолжите. я тоже хочу поблагодарить Господа. Вот вчера мы молились за Америку, там, где должен пройти этот ураган Милтон. И вот сегодня говорят о том, что он утих до первого уровня. И всего только два человека погибло. И вот, ну, слава Богу! И вот я хочу прочитать Псалты, Псалом 71-18 из тех «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, Единый творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Действительно, наш Господь велик, и Он один только творит чудеса. Он показал это Своим ученикам, как Он может приказать урагану, ветру, и это всё утихнет. Этой буря она утихнет. Я очень, Господи, Тебя за это благодарю. Вот мы вчера только помолились, и Ты, Господь, уже ответил на эту молитву, потому что Америка в это время спала, а мы бодрствовали и молились. И слава, Господь, Тебе за это. Очень большая благодарность за то, что Ты слышишь нас и отвечаешь на наши молитвы. Ну, ещё хочу помолиться за Израиль. 72-й Псалом, Псалом Асапа, как благ Бог к Израилю с чистым сердцем. О, Иисус Господь, как, наверное, как сердце Твоё переживает за этот народ еврейский, как любишь Ты его, Господи, на протяжении всего Слова Божьего Ты только о нём и говоришь, что это Твой народ, что Ты любишь его, и что Ты всё создашь для того, чтобы он вернулся к Тебе. И наша молитва за Израиль, за Иерусалим, за еврейский народ, живущий во всём мире. Мы благословляем Израиль, мы благословляем Иерусалим, мы благословляем всех евреев, которые живут на этой планете Земля, по всему лицу Земли. И я прошу, Господи, благослови, чтобы у этого еврейского народа было чистое сердце, чтобы они увидели Твоё благо, увидели Твои благословления, увидели Твою благодать, увидели славу Твою, увидели любовь Твою, Господь, к ним. И не отказались от этого, Господь, а наоборот, чтобы их сердце, оно приняло Твою любовь, чтобы они ещё больше полюбили Тебя и приняли Тебя, Господь. Не так, как это было две тысячи лет тому назад, когда они не познали времён прихода Твоего. А сейчас будет второй Твой приход на эту землю, и Ты вновь придёшь к этому еврейскому народу. И я прошу, Господь, о том, чтобы он был подготовлен к Твоему приходу, чтобы евреи подготовились к Твоему приходу, духовно подготовились, Господь. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой подготовил их сердца к Твоему приходу, чтобы Дух Святой подготовил их разум, их сердце, Господь, чтобы они Тебя уже встретили С любовью, Господь, к Тебе, к Богу Живому, Воскресшему, у Которого нет ни начала, ни конца. Ты вечный Бог. И я прошу Тебя сегодня, Господь, за Твой народ. Благослови этот народ, чтобы этот народ был спасён. Спаси, Господь, его. Помилуй, Господи, по Своей великой милости. Ну и прошу также, Господи, Тебя о том, чтобы Ты благословил. И вот эта война, которая сейчас идёт между Украиной и Россией, вот это бессмысленное братоубийство, оно закончилось, Господи. Чтобы дьявол перестал питаться кровью человеческой, Господь. Я прошу Тебя об этом, Господи. Пусть придёт мир между Украиной и Россией. Между этими народами, Господь, между народом украинским и российским. Пусть будет мир, Господь. Я молюсь о том, чтобы верующие на Украине, они тоже проснулись. Им надо проснуться, Господи. И понять, что нам не надо воевать за землю, потому что наша земля — новая земля. Нам приготовил Ты, Господь, новое небо и новую землю. Там наш дом. Не здесь на земле наш дом. Мы лишь только пришельцы, мы пришли сюда. Господи, и я прошу о том, чтобы верующие, они на Украине тоже проснулись. И мы в молитве соединились в любви, Господь, к Тебе. В любви, Господь. Ибо Ты сказал, если вы будете любить друг друга, то действительно это имя Твоё святое будет прославляться в этом. Не разделение, нет, а именно Твоя любовь, Господь. Пусть поможет, Господи, нам в молитве соединиться для того, чтобы пришёл мир между украинским народом и русским. Помоги, Господь, нам нужна Твоя помощь. Мы молимся о том, чтобы вот эта стена зла, непонимания, стена ненависти друг к другу, стена смерти, она рухнула. Господь, мы просим Тебя сегодня об этом. О милости Твоей, Господь, мы просим. Благослови, Господь Иисус Христос. Ну и также прошу о том, чтобы Ты благословил действительно наши власти. И чтобы властью дьявол не управлял, чтобы наша власть, наш президент, вот у него был и день рождения, мы его благословляем именем Господь Твоим, чтобы он имел мудрость от Тебя, как управлять этой страной. Мы его благословляем, Господь, и просим, чтобы Ты дал ему мудрости, сил, терпение дал, ну и главное, чтобы не эмоции и чувства управляли им этой страной. А Ты, Господь, через него Духом Святым управляй. Благослови, Господь, я прошу Тебя также и окружающих вокруг нашего президента, чтобы люди были честные, открытые. Не было тех, которые клеветники, сплетники, наушники. Ибо даже в книге Соломона Господь Соломон пишет о том, что удали от царя наушника, и тогда действительно всё будет в порядке. Того клеветника, который клевещет на других людей. Поэтому я прошу, Господи, благослови, чтобы в окружении президента были люди честные, открытые, не лукавые, не хитрые. Но на всё, конечно, Твоя воля, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя за Израиль. Мы благодарим Тебя за Америку, что там прошёл этот ураган. Мы благодарим Тебя за нашего президента, Господь. Мы благодарим Тебя за наших братьев и сестёр, Господь, в России, в Москве и где бы они ни жили, какой бы стране ни не были. Я благодарю Тебя, Иисус Господь, за каждого брата и сестру, за то, что Ты нас соединяешь в Духе Святом и в любви, Господь, к Тебе. За это я Тебя очень благодарю. Аминь. Господи, я очень благодарна, что Ты неравнодушен к нашей стране и являешь свою милость. Вот тьма сгущается, да, много зла. И мы живём, потому что последнее время, последнее время тьма сгущается, но впереди рассвет, впереди свет. И Ты, Боже, Ты, Ты свет, Ты свят, и свят путь Твой. Кто есть такой великий Бог, как Бог наш? 76 Псалом, 14 стих. Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Своё среди народов. Ты избавил мышцу народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Ты вывел их из рабства Египта, из рабства греха. И я также верую, что и Ты выведешь народ Твой из рабства греха. Здесь, в нашей России, здесь сейчас, вот, как бы сказать, применяется искусственный интеллект и другие технологии, вот, цифровое денежную валюту вводят. Но мы должны развиваться с помощью сверхъестественных технологий. Я хочу помолиться за Твою церковь, за Твой народ, чтобы Ты явил нам свою силу, свою сверхъестественную силу, чтобы церковь Твоя была свята. И вот этот свет, он проникал в эту тьму, чтобы тьма отступила. И вот этот Твой свет распространялся здесь, на этой земле, в России. И, Господи, благослови, благослови, яви свою силу народу своему, чтобы мы могли продвигать Твое царство, Твой свет на этой земле. Благослови, я жду вот этого пробуждения, жду этого, этой победы. Я жду исцеления, Твоего исцеления в нашей земле. Пусть будет мир, да, пусть будет мир у России с Украиной, чтобы не было смерти, чтобы не погибали люди, а спасались люди, чтобы люди слышали, видели свет Твой, и светом видом, и шли все к Тебе. Пока есть время еще спастись для спасения, я благодарю Тебя за это благодатное время, когда можно услышать Слово Твое, услышать Истину и принять Тебя в свое сердце. Благослови, чтобы многие еще люди осознали это, и пришло покаяние к людям, и люди получили это спасение, и жизнь вечную на небесах. И вот ко мне пришла информация о том, я знаю, что в пробуждении будут, ты будешь использовать молодежь, наше будущее поколение, молодежь – это наше будущее поколение. И вот информация через компьютерные игры, голливудские игры какие-то придумал мир, и туда попадают христиане. Куда попадают христиане, там есть такая игра, где игрок должен выбрать, как он будет защищаться. И там есть маг. Маг – это магическая сила, это колдовство. Если ты выбираешь этого мага, он моментально, как священник православной церкви, кадилом, вот так кадит, и как он махнет своим кадилом, и так все воины твои погибают. И вот это, это не Божья сила, это сила дьявольская. И вот люди попадают под это, и потом они не могут найти покоя, потом они не могут даже спать. И этот дух приходит к ним, этот дух нечистый, и прямо так воочию говорит, что ты мой. Вот это очень опасные игры. Я хочу помолиться, Господи, чтобы вот христиане, чтобы вот твой народ были защищены от этой уловки дьявола. Господи, защити свою церковь, Господь, от этой уловки дьявола. И вот да, впереди мы знаем, что начертание будет. Я уже сейчас тоже хочу помолиться за это, чтобы ты благословил нас, народ твой, чтобы мы не попали в эту уловку дьявола, чтобы мы были внимательны, чтобы мы были бдительны и видели вот врага своего впереди, а не сзади, чтобы он на нас нападал. Я прошу твоей милости, Господь, для твоей церкви, для твоего народа. Благослови, Господь, ибо ты сказал, что создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Благослови, Господь, церковь твою, чтобы врата ада не одолели ее. Благослови, народ твой, Господи, святостью твоей, праведностью твоей, чтобы мы были внимательны к времени, внимательны к твоему слову, к твоим действиям, чтобы мы были бдительны, чтобы мы не спали, Господи. Благослови, дай нам бодрость и дай нам Духа Святого, Господи. Благослови и защити церковь твою, колобитую твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, мы еще потом, сестры, с вами перезапустимся, а сейчас мы уже закончили. Поэтому сейчас нас уже выключат, и мы перезапустимся, но в эфир мы уже это не видим. Мы рады, что вы все были с нами. Пусть вас Бог благословит. Не забывайте, пятница, 19.30, время московское. Пусть благословение Божье будет со всеми нами. Будем служить Господу, молиться за Россию. Пусть благодать и милость Божья будет. Мы отправили от нашей радиостанции тоже поздравления в администрацию президента. Нам написали руководство администрации, что благодарим за добрые слова. И вам всего доброго. Чтобы тоже мы понимали, что за власть мы молимся, благословляем. Поддерживаем добрыми молитвами. Пусть всех нас Бог благословит. В воскресенье на 41 метр приглашаем вас всех. 7 520 килогерц идет по воскресеньям. Время московское 21. Сейчас программа наша на радио. Короткие волны 41 метр. Поэтому воскресенье слушайте, тоже будьте с нами. Ну а мы сегодня прощаемся с вами. Благословит нас всех Господь. До новых встреч.